Шалом, дорогие друзья, шалом, хаверим. Мы на канале Рэба Илья Гукоцар и сегодня мы с вами разберем одну очень важную тему, которая является фундаментом веры, той веры, которая дает силы нам идти по этой земле, которая наступает на себя и дает надежду нам в будущем соединиться в вечности с Творцом и быть одним целым с Ним. Друзья, это фундаментальное положение, о котором мы сегодня поговорим, оно также важное, как понимание веры, о которой мы с вами раньше говорили. Поэтому оставайтесь с нами до конца, я думаю, что будет интересно. Но прежде чем начать урок, я хочу поблагодарить всех людей, которые смотрят наши видео, которые подписываются на канал, которые ставят лайки, проявляя активность на канале, ставят лайки, комментируют и помогают нам делать это полезное дело, не внести свет Туры для людей. Благодарю всех, кто высказывает свое мнение, очень интересно. Пусть оно может не совпадать где-то с моим пониманием, но для меня это не столь важно. Почему? Потому что я понимаю, что каждый человек идет путем веры и идет своим, если он идет. Поэтому на разных моментах и на разных уровнях мы можем понимать так, а можем понимать по-другому. Главное не останавливаться в своем развитии, потому что когда мы остановимся, тогда мы станем одной из деноминаций, которые зацепились за какую-то корягу и остановились на месте. И все. И превратимся в обыкновенный Мицраим, который религиозный Мицраим, который тоже думает, что служит Богу, но не верит, что за рамками их деноминации есть жизнь. Таких очень мало людей. Я думаю, что да не будет с нами, так с народом Божьим. Для меня существуют два типа людей. Это те, которые ищут Бога, но еще его не нашли. Потому что каждый человек в своей жизни, будь то верующий, будь то неверующий, он сталкивается с такими явлениями, которые его разум не может объяснить. Но в своем примитивном понимании мы говорим, это случай или это как-то, ну, кто как, как удача называют, случай или фатум, когда что-то плохое происходит, рок судьбы, ну, разные такие выражения. И люди, которым открылся Бог и Творец, ну, и которые находятся на пути веры, и эти люди для меня, это народ Торы, ну, их видно, их, ну, заметно. И я же говорю, не может два человека понимать, как под копирку Писания. Это будет, ну, неправильно. Почему? Потому что или один будет подражать другому, или другой будет подражать первому. Каждый человек должен искать там свой хлеб, который приготовлен именно для него. Поэтому вот так вот спасибо за ваше мнение. И я думаю, что их будет становиться больше. Пишите, не стесняйтесь. Я помню, когда-то на, ну, я учил на репцентре на мужском у нас, и, ну, один брат, ну, все делились своими откровениями. Ну, я любил и люблю слушать откровения тех людей, которые, как бы, считаются, что я их учу, но сам я не стесняюсь или, как бы, не внушаюсь учиться у них, потому что, ну, это принципиально важно, например, для меня. Я знаю, что у каждого человека, который Бог поставил на моем пути, я могу чему-то научиться. И, ну, это моя позиция жизненная. И вот один брат, он сидел и смотрю, он что-то хочет сказать, ну, стесняется. И я ему говорю, ну, скажи, ты что-то хотел сказать. Ну, она говорит, ну, у меня тоже есть откровения, только я не буду его говорить. Я говорю, почему? Ну, оно такое, знаешь, ну, оно простенькое. Я говорю, какое? Ну, говори. И он говорит, ну, мне открылось, что Господь есть Бог, и что Он есть, и, ну, многие заулыбались, но на самом деле это важнейшее откровение. И если человек получает его в сердце свое, то это, ну, на небесах, наверное, ангелы ликуют такому откровению. Потому что часто мы, знаете, как бы, ну, стараемся блеснуть какими-то супердуховностями, суператлетизмом духовным. На самом деле, вот такая простота, понимание Творца, она детская, и, знаете, эта вера детская. Она позволяет двигать горы. Ну, я думаю, что, знаете, мы, как бы, рано или поздно все равно к ней вернемся. Потому что, ну, чем больше понимаешь, вот, и чем больше погружаешься в Тору, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Вот так вот скажу, это такая, как бы, такой карамболь, но на самом деле оно, ну, оно так и есть. Потому что в своем младенчестве я понял, я думал, что я знаю все, и гордыня моя, она позволяла смотреть свысока на других, а еще в свете того, что я практически знал слово наизустье Божье, потому что я его прочитал 30-40 там раз, не помню. А я его, дошло до того, что я переписывал, знаете, бывает так делают, ну, я так делал, скажу так. Берешь стихи и смотришь по сноскам, куда он идет. И пишешь этот стих, потом эту сноску пишешь под низом, и просто так. И у меня целые там получались пророчества, вот такие, ну, там же еще надо выбирать, какой стих, ну, потому что там же бывает по сноске один, два, три сноске, и надо выбрать, какую. И вот, ну, у меня так получалось, что я там целые тетрадки испыцывал этими откровениями или пророчествами. И вот эта гордыня, она мне давала такое, ну, еще неизмененное сердце, неизмененное разуме, она давала мне такое ощущение, что я знаю все, и лучше меня, но вряд ли кто-то знает. Поэтому, ну, чтобы изменить это все в моей жизни, Бог повел меня таким путем, очень непростым, и приходилось долго скитаться и в пустыне, и как только не ходил. чтобы эту гордыню поломать, ну, не думаю, что до конца все в жизни моей, знаете, с этим поставлена точка, и, возможно, то есть вещи, которые я за собой не замечаю, но здесь я уповаю только на Бога, потому что только Он может показать, будь то через людей, будь то через обстоятельства, над чем надо работать, и с чем надо, ну, где надо обрезаться. Хорошо, и я не буду больше вас томить, это глава недельной Торы Итру, замечательная глава, замечательные там события происходят, такие, знаете, ну, которые повлияли на жизнь, ну, практически всего мира, ну, как это практически, всего мира, потому что, ну, как ни крути, ну, верующие, они влияют на этот мир, и или хорошо, или плохо, это уже другой вариант, ну, другой разговор, но влияние в любом случае мы на мир оказываем, и этот мир, он, ну, существует, мы как связующее звено между Богом и Землей, такое звено, если его разорвать, то Земля перестанет существовать, потому что та жизнь, которую Бог вдыхает, в нас для того, чтобы мы не делились с другими людьми и наполняли эту землю жизнью. И вот эта глава, она начинается с тем, что Итору, помните, пришел, это отец жены Моше, и, ну, он был тоже священником, устный, который нам говорит, ну, языческим священником, и он собрал детей, когда услышал, какие чудеса Бог сделал, он и пришел к Моше и попросил его, ну, не попросил, а как старший, очевидно, он дал ему наставления, и эти наставления, в принципе, они, ну, вот таких наставлений можно, их нужно даже принимать, потому что часто мы знаете, как говорим, мы, я приму только от верующего, такого, как я, а других я принимать не буду. Но я вам советую быть внимательными к таким людям, и вообще ко всем людям, к обстоятельствам. Есть такие стихи в Танахе, когда говорится, когда ты из ничтожного научишься извлекать драгоценное, и ты будешь ты как устамый. Помните это место писания? И, конечно же, это люди, которые вот этого состояния достигают, они благословенные, они счастливые люди. потому что, по сути, ну, эта позиция, вот это, знаете, когда нас запугали, и того не читая, и того не слушая, с тем не дружи, с тем не разговаривая, и в таком состоянии, полурабском, полу вообще непонятно, какое это состояние, вроде бы ты верующий, и всего боишься, боишься где-то, чем-то, как-то сделать что-то не так, потому что тебе постоянно внушают этот страх и прививают его, и это есть нехорошее состояние. Естественно, что в этом состоянии ты, мало того, что ты не способен слышать Бога, то ты перестаешь быть способен слышать даже людей, которые дают тебе дельные советы, и ты, нет, ты идешь на конфликты, где-то на какие-то разрывы, я не принимаю, потому что это же неверующий мне сказал. Я думаю, что надо ценить всех тех людей, вот мое мнение, которых Бог поставляет на нашем пути. Ни один человек в нашей жизни, он не случайный, это доказывает и практика моей жизни, и свидетельство таких людей, которые я слышал и принимаю, и подтверждаю, что это истинно. Действительно, все люди в нашей жизни, может быть, они периодичны в нашей жизни, но есть такое понятие как планетарность. Так вот, в каждой солнечной системе, вокруг каждого солнца есть свои планеты, и они не случайно построены, а они зависят друг от друга. Они по отдельности, да, они личности, они, ну, они отдельно, это каждая планета, она имеет свое устройство, свое, свое, там, ну, как бы, предназначение, но, друг, ну, все вместе, они составляют солнечную систему. вот такое сравнение, и так же, что и у людей. Те люди, которые попадают, как бы, в нашу орбиту, они не случайны. Это люди, от которых, которым мы должны что-то дать, и взаимно получить от них какие-то знания, понимания, то есть, как бы, переливая сосуды, сообщающиеся. И это очень важно. Так вот, Итро, я прошу обратить внимание ваше, он не был иудейским священником, и он даже не принадлежал к иудеям или к Израилю, никакого отношения не имел. Но он дает Маше, и он смотрит, как Маше выслушивает за день сотни историй, да, потому что к нему приходят, а там на секунду говорят, около трех миллионов было, ну, разные, разные из цифры, но людей было, мы понимаем, как в Киеве приблизительно, и между этими людьми возникали какие-то конфликты, человеческое общество, оно не бесконфликтно, и даже если это общество Израиля, все равно, ну, вчера мы общались с одним интересным человеком в переписке под каналом, он высказывал свое мнение, я высказывал свое мнение по одному и тому же вопросу, в чем-то они сходились, в чем-то они, ну, не сходились, но это не суть важных, важно то, что в конце, ну, Бог мне так, ну, положил на сердце написать, я сказал, ну, ваше мнение и мое, оно субъективно на этот вопрос, не я не могу претендовать, что это абсолютно истинно не вы, ну, смысл, ну, вот это все, каждый останется все равно при своем, и, вот, это, хорошо, что есть мудрость, или, когда два человека, понимающих, да, они, ну, они, мы же не, не общаемся не для того, чтобы кого-то поработить, или кого-то, вот, втянуть именно в то, что-то, в чем ты стоишь, ну, хотя многие так делают, и, ну, здесь не было конфликта, но часто возникает конфликт, и они даже среди религиозного общества возникают часто, и вот с этими конфликтами все шли к Маше, а Маше приходилось все это, ну, принимать, и какие-то подсказывать решения, выход из этой ситуации, и это очень непросто, непросто, и в свое время я это все, ну, переживал, знаете, и как бы проходил, и я скажу, что к концу дня ты, у тебя такое состояние, как вроде бы ты 12 часов разгружал мешки с цементом, вот серьезно, потому что ты полностью выжатый и опустошенный, так скажешь, от чего, ты же сидел просто языком болтал, так вот, вот это болтание, говорят, что два часа учения, они забирают у человека сил, сколько, сколько забирают полноценные рабочие деньги, вот, вот так просто языком болтать, и Итро, глядя на Маше, он сказал ему, ты так долго не протянешь, ты и сам с катушек слетишь, и народ погубишь, который, ну, практически идет за тобой, потому что ты имеешь общение с Богом, а и передаешь, куда идти народу, и он вместе с тобой, поэтому я советую тебя, сделай вот так вот, и Маше так сделал, и, кстати, к этому у Бога не было никаких претензий, к тому, что они сделали, наоборот, когда это все произошло, ну, я бы сказал больше, но не хочу сейчас говорить больше на эту тему, ну, скажу так, нету воли в неволе Божьей, понимаете, и если ты находишься в высшей точке, вот, ну, от этого соединения с Богом, да, то, естественно, ты видишь мир, как абсолютную волю Божьей, весь мир, и все, что происходит, как абсолютную волю Божью, и, ну, и это такая тема, знаете, которую, конечно, я не буду затравивать в учении, почему, потому что я знаю, какие сразу вопросы идут, а вот там насильники, убийцы, и все такое, тоже в воле Божьей, и это очень такая, ну, глубокая тема, и чтобы вот это все понять, я помню, в одной общине, куда пригласили служить, и вот как раз я начал эту тему, и когда, зацепились за нее, служение началось в 10 часов, и к 8 часам вечера я первый раз встал, чтобы попить чай, ну, и люди не расходились, кстати, было такое живое общение, и вот всем было интересно, и, ну, и Бог дал благородать, и силы, и так, это все, поэтому, это глубокая, и такие глубокие вещи, надо начинать с нуля, и потом подходить уже к этому, но мы не об этом сегодня, и я сейчас зачту, ну, глава Итро, 19,3, и здесь написано, Амаше поднялся ко всесильному, и возвал к нему Бог с горы, говоря так, мол, видому Якова, и скажи сынам Израиля, вы видели, что я сделал Египту, вас же поднял я на орлиных крыльях, и принес вас к себе, а теперь, если вы будете слушать меня, и соблюдать союз мой, то будете мне избранным из всех народов, ибо моя вся земля, и будете мне царством священнослужителей, и народом святым, вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля, и пришел Моше, и призвал старейшим народа, и изложил им все эти слова, которые ему повелил Бог, и ответил весь народ, вместе и сказали, вот что сказал Бог, все, что сказал Бог, сделаем, вот это нас и венишма, все, что сказал Бог, сделаем, так здесь переведено в Торе, и это место, оно и есть тем фундаментом, на который, от которого растет вера, и здесь очень важно, это место переводила куча людей, есть разных куча толкований, на это место, на вот это речение, нас и венишма, нас это делать, в это приставка, ну, она и, и, нешма, ну, шма это слышит, и здесь можно переводить, вот, есть такой перевод, сделаем и услышим, есть, услышим и сделаем, но, одно толкование мне легло в сердце, и я с вами ним поделюсь, и оно звучит следующим образом, будем делать, а потом поймем, но, ведь услышать, вы, ну, понимаете, почему поймем, потому что, ну, часто люди разговаривают, да, что такое шма вообще, вот это шма, слушай, в нем заключается очень, очень много пониманий, ведь слушать, это не просто слышать, потому что я могу слышать, так, таким образом, в одно ухо входит, в другое вылетает, могу слышать, но не слушать, ну, вот не слушать то, что мне скажут, да, мне говорят, я говорю, да, но я не делаю то, что мне сказали, а вот, э, и, ну, а вот шма, это как раз и услышать, и понять, и сделать, вот, поэтому, вот так это место переводится, будет, будем делать, потом поймем, и здесь очень важно, очень важно для нас с вами понимание, друзья, потому что, Тора, Павел, когда говорит о Торе, и он говорит следующие слова, что закон духовен, а я платяной, и вот, что мне делать, вот, там, помните, размышляет, то, что я нахожу доброго, того не делаю, а то, что я не хочу делать, того и делаю, и бедный я, бедный человек, он подытоживает, там, да, кто избавит меня от этого всего, и вот, это, это действительно так, нашей плоти, закон, он противен, плотскому нашему я, и почему многие, назвав себя верующими, они насколько сильно восстают против закона, потому что привыкли жить по плоти, и не хочется от этого отказываться, эгоизм, эгоизм, это наше эго, оно подобно хамелеону, хочешь быть бандитом, быть бандитом, но ты будешь тоже искать, там, чтобы тебе было получше, и поудобнее, и все там, их своды, законы, понятия, или еще что-то, ты будешь подстраивать, так, хочешь, хочешь быть, там, ученым, будь ученым, но если ты эгоцентричен, то все, все вот эти вещи, ты будешь подстраивать под себя, все свои знания, все свои понимания, все свои открытия, так, чтобы тебе было любимому хорошо, и так же случается и с верующим, хочешь быть верующим, да будь, оно говорит, да сколько угодно, да читай ты эту Библию, хоть зачитайся, или ты, ну, читай Тору, хоть зачитайся, главное, чтобы ты жил, как тебе хорошо, как тебе нравится, чтобы вот этого единственного, ты не избавлялся, а то, что ты читаешь, там, или ты, что ты ходишь, там, по воскресеньям, или даже по шабатам, в собрании, для эго, это даже, оно так мутирует, и так, такие формы принимает, что оно же там, себя выставляет, в крутых одеждах, в машинах, там, каких-то, того, что у других нет, или там, кого-то прет туда, за кафедру, и он по ступенькам подымается, подымается, и вот уже, он сидит на сцене, среди уважаемых людей, ему дают проповедовать, проповедовать, его там вызывают, это, это, ну, какая разница, ну, оно, для эго, это есть хорошо, так, вы же скажете, он же слово Божье проповедует, да, ну, какая разница, что проповедует, если это слово, не становится его жизнью, то, балаборить можно, что угодно, лишь бы себе, родному, хорошо было, тогда, когда, после пришествия Машеха, да, уже, в наше время, когда уже, ну, там, сотый, двухсотый год, римлян, в Гречи, в Греции, в Риме, очень, тогда были модными, риторы, то есть, люди, которые умеют красиво говорить, они могли говорить, на любую тему, вот, собирался амфитеатр, да, там театр, и вот, выходил ритор, и ему говорили, о погоде, и он, эту тему, так разворачивал, он, ну, такие пассажи, заворачивал, так сильно, красиво говорил, что вся толпа, которая его слушала, приходила в восторг, говорил он, ему, ему говорили, давай там, за море, и он, начинал, там, корабли, которые, баррадзят, просторы, тихого океана, космические, ну, и випр, понимаете, да, о чем я говорю, вот, вот, эти риторы, они могли, спокойно говорить, на тему веры, спокойно, преспокойно, и, была там, такая пословица, кто умеет говорить, тот, без денег не останется, ну, она на греческом, как-то, даже в стихотворной форме звучит, вот, это умение говорить, и, очень, ну, очень многие пошли этим путем, то есть, говорить, это не значит жить, но, нас, ве нишма, оно, оно, нас возвращает к истокам, да, и, оно дает нам, какой посыл, пусть мы не понимаем этого закона, и, на данный момент, ну, например, там, кто-то очень любит, беспорядочные, отношения, да, между женщиной, мужчиной, слава богу, сейчас уже и другие, конечно, есть отношения, но, тоже любят, и, вот, для него, с этим расстаться, очень тяжело, как это, я шо, теперь все, только с женой, ну, еще и жену надо будет найти, а привык, что так же, кто-то еще, как что-то любит, и, вот, для него, вот, сам закон, это, да, он, ну, становится тяжким бременем, и, поэтому, всеми силами своими, всем своим разумением, они отвергают его, но, когда ты, когда они сказали, будем делать, да, а сейчас мы не понимаем, зачем это нам надо, и, когда ты занимаешь эту позицию, что, раз бог сказал, так делать, а, ведь, Тора это не что иное, как учение, о котором Павел говорил, тоже Шауль, на которого ссылаются многие люди, многие ритеры, скажем так, буду их назвать так, так вот, они, они любят на него ссылаться, там, гала, там, еще к чему-то апеллировать, так, тот же Шауль, он говорил, что настанут времена, когда здравое учение, будут, будут отвергать, а учение одно, на тот момент, больше никаких учений не было, единственное учение, для любого еврея, здравомыслящего, было Тора, она таки переводится, как Тора, как учение, и, здесь, мы понимаем, что, это, это должно, Тора дана для того, чтобы чему-то нас научить, чтобы мы что-то поняли, и, когда мы занимаем вот эту позицию, сначала я пойму, а потом буду делать, скорее всего, что, ничего у нас не получится, потому что, здесь, иной чуть-чуть принцип работает, и, вот, моя плоть, она не понимает, почему мне нельзя есть свинину, почему мне нельзя даже есть, там, виды рыб, определенные, да, осетрину, или, там, ну, какой-то, там, угря копченого нельзя, сома нельзя есть, почему, ну, другим можно, вот это плоское, я, оно постоянно бунтует, и, когда я буду стараться сначала понять, про это, и, а дела откладывать, и, ну, так в любом вопросе, ну, а в десяти, скиши, там вообще, ну, все так же, ну, и, когда я буду, вот, когда я пойму, тогда я начну делать, а пока для меня это все, говорят, закрыто, друзья, а как это закрыто, вот вы, вы мне скажите, ну, как это закрыто, если, все, что надо, Бог открыл, он, черным по белому написал, ну, говорят, закон в наших сердцах написанный, так почему ж не живете, тогда, если написан закон в сердцах, но существует другая позиция, и, когда, ну, например, наша семья, да, когда мы были светские, мы воспитаны были в светских семьях, и наши родители, они были, мы были коммунистами, там, и они были, в общем, имели вес в обществе, в том, и для них, вот эти все вещи духовные, для них это был пустой звук, хотя, и по той, и по той стороне, и бабушки, и дедушки верующие были все, так вот, действительно верующие, не просто на словах на деле, я уже рассказывал, что многому я научился у них, вот, и, ну, меня не научили правильно, правильно, то есть, не наставил юношу в начале пути, да, так не было со мной, но когда мы, наша семья поняла, к примеру, да, ну, когда мы решили, не понимая, кстати, исполнять заповеди, да, мы столкнулись с трудностями, оказывается, самое тяжелое, это было, ничего не делать в шаббат, ну, ладно, не воровать, ну, ладно, там, не прелюбодействовать, я понимаю, потому что, буду прелюбодействовать, буду плохо своей жене делать, та и зачем оно надо, ну, и вообще, это какой-то бред, иметь жену, и искать еще что-то, что-то другое, найдешь что-то, что-то отличительное, или как, ну, я не понимаю, ну, но ведь есть же вещи, которые, ну, просто плоть восстает, но когда мы начали делать, и, ну, начал творец, нам твору открывать, да, многих вещей мы не понимали, и против многих вещей восставало плоское я, это я вам сразу говорю, ну, когда ты просишь у Бога благодати, и когда твое сердце исполнено желанием его сделать, ты будешь ошибаться, ты будешь промахиваться, ты будешь, вот, я рассказывал случай, когда мы в Закарпатии жили, а мы жили в маленьком городке, под Жужгородом, в Жужгороде не селились, потому что там, экология одна из худших на Украине, в Ужгороде, он в яме, в такой, и там было много машин, загазованность, в общем, очень было, а мы жили 16 километров, или 15 там от Ужгорода, такое есть перечень, и вот мы там жили, и с женой, и мысль потерял, ладно, ну, серьезно вылетело из головы, что хотел сказать, ладно, ну, продолжу дальше, то, о чем говорил, и я говорил о том, что плоть будет бунтовать, но, когда ты, ну, молишься, и просишь Бога, а, все, вспомнил, и вот мы, когда там жили, это маленький городок, и там все друг друга знают, меня там знали, потому что я тогда еще даже раньше приезжал, в одном из церквей, там еще я учил, и меня приглашали туда, в общем, знали все, и, ну, естественно, знали, что мы евреи, что мы, ну, мы принимаем машин, ну, мы живем, шабаты, там все, кашруты мы соблюдаем, и вот мне в мысль пришла в субботу, утро, а у нас в доме собирались люди, и, ну, там мы изучали ТОР, общались, там чаемничали, ну, вот такое, ну, шабат проводили, вот, было раннее утро, я думаю, о, приедут братья, я как раз после операции, мне тяжелого нельзя, а у нас там еще и хозяйство было, и там надо было там баранчикам, козочкам, что-то там поприкручивать, а не было этих шурупов, и я думаю, что братья сейчас приедут, я их попрошу, кто-то останется ночевать, и мы, я куплю, потому что в воскресенье магазин не работает, куплю сейчас эти шурупы, заготовлю, и потом мы попрошу, они сделают, потому что, ну, важно там что-то было сделать, а я не мог, там, ну, надо было физические усилия, а мне нельзя, потому что швы разойдутся, и я вот с этой мыслью вылетаю в машину, полетел туда в центр, и останавливаюсь возле этого магазина, и не вижу же никого, я иду к цели, раз выкажусь в машину, иду к магазину, и стоят, ну, пастыря там, 50-ники, харизматы, и вот они стоят, и говорят, о, шалом, шалом, а куда это ты собрался, в магазин, что ли, ну, а я что же, я уже на полпути, то есть, меня уже, я говорю, ну, а что такое, а вам же нельзя, не покупать, не продавать, шаббат, ничего, и я так, е-мое, и, ну, знаете, как ушат холодной воды, на тебя выливаются, вот, вот так было, то есть, вы будете спотыкаться, вы будете где-то, ну, я это не, это не специальное я делал, то есть, не умышленно, ну, действительно, так закрутило, иногда закручивает голову, что ты, вот, делаешь, ну, несознательно этот грех, и потом, ну, приходится совершать шуу, и приходится, просить у порочения у Бога, ну, ну, это все можно делать, и ведь это несознательный грех, и ты его делаешь не специально, но, со временем, когда ты будешь это все делать, и когда ты будешь в этом пребывать, ты начинаешь понимать, и это произошло, и как раз и со мной, что Бог не против тебя, а хотя для нас сначала, плоть твоя уверена, что это Бог решил именно против тебя, вот так действовать, и почему все живут, все, а еще, ну, у нас здесь, на Украине, порой зайдешь в магазин, хочется что-то, какое-то мясное изделие купить, вкусное, а так ничего нету, одна свинина лежит, все забито, и такие там балыки, и такое это, ну, ничего нету, и вот так, и тебе приходится отказывать, и наступать, и впечатление, что Бог против тебя, и плоть говорит, это против тебя, но если ты в этой позиции находишься, буду делать все равно, потому что это Бог сказал, со временем, ты начинаешь понимать, что все это не против тебя, а за тебя, почему, и, ну, посланник Тимофею, тот же Шауль и говорит, закон благ, для закона, его употребляющих, то есть, он создан не для праведных, а для нечестивых, то есть, он против нечестивых, когда я его нарушал, он был против меня, когда я сказал, буду делать, я потом пойму, нас и вы не шма, он был против меня, моя плоть, она возмущалась, все мое возмущалось, весь разум кипит, наш разум возмущенный, кто был не кем, тот станет всем, вот такое происходило, революция внутри, но, когда ты делаешь, со временем приходит понимание, а когда приходит понимание, приходит ясность, и тебе открывается любовь Божья к своему народу, ты понимаешь, что то, что Бог дал нам, оно насколько драгоценно, потому что оно, как забор вокруг тебя строится, от всех, от всего зла этого мира, и как ограждение, отделяет, и ты живешь в этом мире, как невидимка, ну, я порой, мне какие-то вещи рассказывают, я говорю, что действительно, сейчас так живут, или действительно, вот это происходит, ну, серьезно, ты живешь, ну, в мире, но только в другом мире, и со временем, естественно, понимая Божью любовь к нам, мы начинаем отвечать на эту любовь, и тогда наши сердца действительно, не просто из-за того, что я пришел в собрание, и мне все там поют, танцуют, хлопают, и мне надо это делать, а со временем, моё сердце наполняется, действительно благодарностью, действительно радостью, и я начинаю искренне, Боа, ко мне иногда такие приходили состояния, когда я вот стою, птички поют, ручеек передо мной, такой речка такая бежит, и я стою, вот это такая красота, такая тишина, я стою, и слава вот так, прямо как-то, вот так, знаете, как волной в тебя входит, и из тебя выходит, ты начинаешь благодарить Бога, потому что ты действительно понимаешь, насколько Он любит тебя, насколько Он любит свой народ, и все то, что тебе казалось, что оно будет против тебя, ведь они тоже не сразу поняли это, то есть они, сколько там это все, мы будем дальше читать, и будем дальше изучать, сколько натворили, сколько начудили, пока все вот это не перебродило, пока вот эта закваска египетская не вышла с них, но когда ты начинаешь понимать вот это все, ты однозначно, это уже, ты становишься поклонником Божьим, ты становишься частью Божества, ты становишься одним целым с Ним, потому что уже ты не как раб делаешь, ты делаешь это все как свободный, тебя уже к этому никто не принуждает, нету над тобой никакой высшей власти, кроме Бога, и ты уже не ходишь перед людьми, но ты ходишь перед Богом, а это конечная цель, нам надо научиться ходить перед Богом, потому что люди, это плохой сдерживающий фактор, все равно рано или поздно ты наплюешь на него, и будешь делать так, как тебе хочется, а тот, кто нас видит 24 часа в сутки, и научиться ходить перед ним, надо начинать с нас, вынешма, вот о чем я хотел сегодня с вами поделиться, друзья, и вот этим пониманием, и хочу вам серьезно сказать, я сегодня, ну как бы, я и никогда шутки не шучу, но мы сегодня говорили о очень серьезных вещах, может это так у меня получается, иногда, знаете, ну как бы расслабить людей, потому что, ну, не вбиваю, это как гвозди, это уже талант, скажем так, риторика, вот, но, это очень серьезно, и советую всем, надо вот этим поразмышлять, потому что, ну, понимаете, ну, тот человек, который надеется на Бога, только в этой жизни, он несчастный, впереди вечность, и соединиться, вот этот, двекут, это, насколько, свастись с Богом, нам надо здесь, еще на земле, стать одним целым с ним, и ходить с ним, хорошо, я вас всех благословляю, и верю в то, что каждый из вас, ну, он или понимает это, то, что я говорил, и уже знает, а сейчас обновит свои знания, или же примет к сведению, но я очень сильно хочу, чтобы Тора стала вашей жизнью, чтобы мы копировали и наследовали не людей, а чтобы мы стали народом Торы, народом учения Божьего, и чтобы мы были с вами учениками Его, не моими, не Васи Петечкина, там, там, Клавки Помидорики, а чтобы мы стали учениками живого Бога, а это можно сделать только одним способом, принимая Его учения. Всех благословляю, всех обнимаю, новая неделя началась, шватов, всем хорошей недели, доброй, сладкой, пусть у вас все получится, то, что вы задумали, пусть эти замыслы будут совпадать с замыслами Бога на вашу жизнь, я вас благословляю, обнимаю, прошу молиться также за нас, друзья, мы нуждаемся у вас и подписываемся, делимся, лайкаем, комментируем и не бойтесь свое мнение высказывать, потому что, ну, кто вас так запугал, что вы боитесь, надо, надо выходить из этой, с этих, с этих страхов своих, надо четко и конкретно научиться формулировать свою мысль и стоять на своем, это не значит быть врагом всем, ну, два еврея, три мнения, это такое, мы такой народ и народ Божий, хорошо, до свидания, до новых встреч, баруха шем,